Всем привет! Меня зовут Лена Тюленева и я рада приветствовать вас на канале Творческой студии Таир. Сегодня вас ждет новый новогодний мастер-класс, где я покажу несколько интересных декораторских приемов. А еще расскажу, чем можно заменить модный и достаточно дорогой материал структурная паста с имитацией снега, если у вас ее нет под рукой. Первым делом я загрунтую заготовку, но не полностью, а только то место, где будет располагаться циферблат, декупажная карта. Грунт буду наносить кисточкой тонким слоем. После того, как грунт высох, я наклею декупажную карту с циферблатом на заготовку. Предварительно я, как обычно, замочу ненадолго карту и оставлю ее на салфетке отдохнуть. Пока покрою это место клеем для декупажа. Чтобы карта легла ровно, края картинки необходимо немного надорвать. Мы их надрываем и накладываем в нахлёст. Сверху также я покрою клеем для декупажа и заодно выгоню пузырьки воздуха, если они остались. Следующим этапом я хочу создать на поверхности шара красивую рельефную структуру. Пользоваться я буду акриловой пастой грубой. При помощи кисточки, обратной стороны кисточки, я сделаю отверстие сверху шара. Почему сверху? Потому что здесь мы прикроем это отверстие петлей. И при помощи мастихина я буду наносить пасту по всей поверхности шара, исключая циферблат. Если на вашей пенопластовой заготовке есть какие-то дефекты, то это не страшно. При помощи пасты вы их исправите. Мой снежок высох и теперь я буду красить его тремя цветами. Кобальт синий, кобальт зеленый темный и бирюзовый. Краску я буду разбавлять до состояния жидкой водички, чтобы цвет затекал во все углубления. Я хочу усложнить цвет и добавлю омбру сженую и черный. То есть я развожу краску до состояния водички, прокрашиваю определенный фрагмент и сразу же промакиваю излишки салфеткой. Краска высохла и я хочу выделить циферблат изящным узором. Его я нанесу при помощи контура. В тюбик от старого контура я добавила структурную пасту тонкую. Высохший орнамент я затонирую краской. Я буду использовать два цвета, бирюзовый и черный. Разбавлю краской водой и покрашу весь орнамент. Лишнюю краску я сразу промакиваю бумажным полотенцем. Тонированный орнамент мне хочется выделить еще больше. И я буду использовать декоративный деколор цвет классическая бронза. Я тонкой кисточкой повторю каждый завиток нашего орнамента. Пока красила, решила добавить бронзового цвета всему шарику. Наносить цвет буду методом сухой кисти. Еще методом сухой кисти я добавлю белый. Белый добавлю не наглухо по всей поверхности, а местами. В тех местах, где структурная паста легла на пенопласт неплотно, сухой кистью мы выделили сам рисунок пенопласта. И получился очень интересный эффект, который напоминает змейную кожу. Пришло время покрыть шарик первым слоем лака. Я использую акриловый матовый от Таир. По задумке мой шар должна украшать рождественская звезда. Но подходящего цветка под рукой у меня не нашлось. Зато дома есть набор для скраббукинга, чтобы сделать гортензию. Красную гортензию. Цвет мне подходит, а гортензию превратим в цветок рождественская звезда. Двух фрагментов для создания цветка мне будет достаточно. Но для цветка не хватает серединки и лепестков. Их мы сейчас тоже добавим. Для серединки я возьму заготовку. У меня есть заготовка для создания цветов. Но она белая. Это тоже не страшно. Сейчас мы ее покрасим. Я соединю цветы при помощи иголочки. И при помощи иголочки вставлю серединку. Я по очереди нанизываю на иголочку каждый ярус. Сделаю отверстие немного шире. Чтобы серединка у нас хорошо поместилась. И по очереди вставлю в серединку. Помогу себе иголочкой. Видели кошка? Почти весь мастер-класс рядом со мной сидит кошка, наблюдает. Но куда же без нее? Ухо. Вот ее ухо торчит. А вам помогают животные? Кошки обычно делать вашу красоту, когда вы творите. Все, серединку я сделала. Мне нужно покрасить ее. Я возьму ухру желтую. Ну вот, моя рождественская звезда почти готова. Осталось добавить лепестки. У меня листочек тоже от какого-то набора остался. И по-моему, очень хорошо сюда подходит. Цветок будет... Я его расположу здесь. И приклею на клей-момент. Смотрю на лепестки. Мне не нравится, потому что они плоские. Я добавлю лепесткам объема при помощи обратной стороны кисточки. Я просто закручу несколько лепестков немножко. Как вы уже догадались по моему первому мастер-классу, я очень люблю использовать природные материалы в своей работе. Это растение я сорвала, честно сорвала на клумбе около какого-то торгового центра. Я не помню, как оно называется. Если вы знаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Я буду вам очень признательна. В общем, мне очень нравится форма листиков этого растения. Я засушила его, чтобы использовать в своих работах. Я хочу дополнить ими декор своего шарика. По-моему, будет смотреться очень красиво. Я добавлю его сюда. И, наверное, еще вниз. Этот слишком крупный. Возьмем сейчас что-нибудь помельче. Вот у меня есть еще веточка. У меня их много. Да, вот здесь еще где-нибудь добавлю. Я их приклею также на клей-момент. И еще у меня есть снежинки. Это снежинки из набора скраббукинга. Я тоже их куда-нибудь посажу. Причем, смотрите, как можно сделать. У этой снежинки вынимается серединка. Ее можно использовать как отдельный декор. И еще у меня есть шишки, кажется, от Туи. По размеру они как раз подходят для моего шарика. Их мы тоже используем. Все, оставляем клей схватиться. Потом будем декорировать дальше. Своей елочной игрушки я хочу добавить снега. Но, к сожалению, под рукой у меня не оказалась паста, имитирующая снег. И я хочу показать вам два способа, как ее можно заменить. Во-первых, краска. Белая краска. Я буду использовать не кисть, а свой палец. Набираю на палец краску. И в нескольких местах прижимаю краску пальцем. Только осторожно, чтобы краска попала только на самые выступающие места. То же самое можно сделать кистью. То есть, вы набираете на кисть побольше краски и просто оставляете ее. Но мне очень нравится работать руками. Кошка не уходит. Второй способ. Я буду использовать пасту акриловую грубую. Пасту и самую простую кисть. Здесь мы добьемся объемных снежных шапок. Кистью я не разбавляю пасту ничем, ничего в нее не добавляю. Набираю ее на кисть и просто пристукивающими движениями наношу ее на шар. Просто представьте, как снег падал на шар и как может располагаться снежная шапка на его поверхности. Пока паста не высохла, я возьму лак и пройдусь тонкой кисточкой по снежинкам. И выделю несколько фрагментов лепестки, шишки. Я хочу использовать глиттеры. У меня есть глиттеры двух видов. Круглые, мелкие и в форме треугольничков. Я хочу попробовать и те, и другие. А на снежную пасту я попробую нанести другой глиттер, который треугольничками. Немного. Оставляю материал и сохнуть. Я почти закончила, осталось дело за малым. У меня есть стрелки маленького размера. Я хочу использовать их в моей елочной игрушке. На клей-момент я приклею стрелки и закреплю ручку. У меня это ручка из фурнитуры для шкатулок. Вы можете использовать любую. Скажу сразу, что я не планирую вешать этот шар на игелку, а хочу поставить его на каминную полку, повесить на специальную подставку. Поэтому я буду использовать такую ручку. Она состоит из двух частей. Из самореза и самой ручки. Саморез я вкручиваю в ручку. Здесь я капну клей-момент и утоплю саморезы внутрь пенопластового шара. На такую ручку вешать шар на елку будет неудобно. Поэтому планируйте другое. Ой, кошка, иди. Проходи мимо. Оставьте клей схватиться, потому что металлические стрелки не так быстро приклеиваются. Можно использовать супер-момент. В пару к елочной игрушке я решила задекорировать бутылку шампанского. Предварительно я замочила бутылки в холодной воде, сняла все этикетки, обезжирила стекло и загрунтовала бутылку акриловым грунтом от Таир. Грунт наносила при помощи губки на два слоя с промежуточной просушкой. Сейчас, когда грунт просох, я наклею декупажную карту с циферблатом. Предварительно, как обычно, замочу ее в воде и оставлю немного отдохнуть. Я наношу клей для декупажа на стекло. Выгоняю пузырьки воздуха. Если где-то есть в местах изгиба бутылки, я надрываю немножко карту, чтобы не было складок. Все, оставляю карту просохнуть. Далее порядок действий с бутылкой такой же, как и с шариком. Я хочу нанести пасту рельефную, грубую. Буду наносить ее мастихином по всей поверхности бутылки вокруг циферблата. Я разношу пасту сначала приглаживающими движениями, распределяю ее по стеклу. А потом, чтобы создать фактуру плоской частью мастихина, пристукиваю сверху. Тем самым создаю дополнительный объем. Таким образом покрываю всю бутылку и отправляю бутылку сохнуть. Паста высохла и я могу приступить к окрашиванию. Если в этом случае, в случае с шаром, я наносила краску сразу на пасту, то сейчас я хочу вам показать, какой эффект будет, если вы сначала покрасите пасту в черный цвет. Эффект будет немного отличаться и я очень хочу показать вам разницу. Краска черная высохла и вторым слоем я нанесу все те же цвета. Кобальт зеленый темный, кобальт синий и бирюзовый. Краску немножко разбавляю водичкой. И излишки краски сразу промокну салфеткой. То есть в первом случае мы нанесли черный цвет сверху, а здесь мы черный цвет нанесли снизу. То есть можно делать это двумя способами. Так и так. И эффект будет немного отличаться. Цвет на бутылке гораздо плотнее и насыщеннее по сравнению с шариком, потому что он нанесен на черную краску. Здесь, посмотрите, для сравнения, цвета нанесены прямо на белую структурную пасту. И тот, и другой эффект очень интересный. Мне хотелось бы, чтобы вы попробовали оба. А сейчас я хочу повторить орнамент по краю циферблата. Напомню, что буду делать это при помощи структурной пасты тонкой. Все мои дальнейшие действия идентичны тем, что я делала с шаром. Я сначала затонирую цветом бирюза и черным цветом орнамент. Потом покрашу его цветом бронза. И в конце пройдусь пальчиком белой краской. Пока сохнет краска на контурах, я точно так же методом сухой кисти нанесу бронзу по всей поверхности бутылки. Я собрала цветок рождественской звезда, подготовила весь декор и сейчас посажу его, приклеиваю его при помощи клея-момента. Остается совсем немного. Я добавлю белого цвета, нанесу текстурной пастой грубый снег, снежную шапку сверху бутылки и добавлю глиттеры. Наша работа будет закончена. Смотрите, какой необычный комплект у нас получился. Вы можете дарить его как вместе, так и по отдельности бутылку шампанского и елочную игрушку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал творческой студии ТАИР. И обязательно приходите ко мне дружить в Инстаграм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok